Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео просто будет для вас как воодушевляющее. И я расскажу свой подход, что надо делать, чтобы с Linux, и особенно если вы хотите стать программистом. Ребят, давайте я начну с самого простого и интересного. Возможно мелковатый шрифт, но смысл вы все равно уловите. Значит, вот смотрите, вот эта статья была написана 31 марта, с группы скопирована, 2018 года, почти год назад. Сергей Асачий, я перечислю, 100 человек за это время сделал, но ведь это все в ваших руках. Всем привет! Сергей Асачий пишет, говорю, 5 месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Для меня это было как собрать какой-нибудь космический аппарат. Но все в школе, все происходит покруче и побыстрее, каждый по совету скинулся, и все дело сделано. Программа обучения очень мне нравится, все круто, бери и делай в удобное время. Было недоумение, как учить два языка, но взял и начал. И так далее. Хотел вам сказать спасибо. Ну, давайте сначала Сергеем Асачем закончим. А вот сегодня, сегодня он проходит модели, я смотрю, то есть все копается очень серьезно. И, допустим, в джанго есть прокси-модели. Это такие модели, которые меняют поведение, которые мало кто использует. И я ему говорю, ты делай, даже во многом помогаю. И сейчас вот я как раз сел за курс для профессионала под джанго, да? То есть в школе очень много материала для новичков, а этот этап мы уже делаем профессионально. И до этого я писал видеометодику. Сейчас я вам скажу, вы ее обязательно посмотрите. Где-то я здесь создал. Вот, я поработал с его моделями. И потом он все исправил. После этого занятия начал писать вот эти модели. То есть уже начал логику. Я ему... Понимаете, в интернете, вот если вы будете там искать те же прокси-модели, просто на будущее скажу, вы найдете примерно один пример, который перепечатан друг у друга. Он, грубо говоря, пустой. Пустой, потому что понимания не дает. Так как, если мы уже взяли профессионально изучать, я говорю, Сергею, ты возьми первое, расширь поля, далее начни выборку делать. То есть я ему сказал, берешь в джанго, потому что там везде в примерах выборка очень такая слабенькая. А все это он уже прошел просто. Поэтому новичкам не будет понятно, но просто перспективы подумайте. Возьми выборку, да, допустим, вот этот кирюсет методы, да, их много, и начни с ними работать. И вот я вижу, он начал действительно работать, где-то извлекать совершенно разные типы. Дальше он показал картинку, вот его смартфон там имеет разные качества. То есть человек начал делать осознанно. Ребят, немножко отвлекусь, мы Алину сговорим. Джанго вы не сможете, допустим, делать, вот как некоторые придут, прочитаю книгу, буду разработчиком. Джанго идет поэтапно. По-другому не получится. При этом первый этап, только один. Я не зря сказал, когда-то я хотел удалить ролики старые, думаю, нафиг они нужны. А потом сам думаю, вот я смотрел, смотрел, почему я понимаю Джанго? Потому что Джанго идти надо от версии к версии. То есть я все уроки оставил. Если вы пройдете от версии к версии, допустим, там 1.6, 1.7, 1.8, 2, а вообще лучше делать 1.6, 2, 1.7, 2, то же самое. Потому что в Джанго есть ядро. Вот здесь вот описано ядро. То есть не важно, версия 1.6, всегда все в моделях одинаковое, типы полей, мета-опции, выборка, все одинаково. Не важно, какая версия была. Просто могут быть, к чему и надо привыкать, Джанго в других местах находиться, и просто будет добавлено. И так далее, и так далее. Ладно, мы про Джанго не говорим. Так вот, ребята, а как раз пришел парень сейчас с Казахстана. И, в принципе, если вот он меня услышал, да, Тора, да, то вот если... А, сейчас вот я скажу еще один момент. Так вот, мы говорим про Линук, сейчас и будем говорить. Вот он и написал, что я все-таки начну с Убунту. Вот мой вам совет по Линукс. Это вот Дебиан. Дебиан с мордой Убунту. Ну, люблю я, гномы, хотя разные пробовал. Сначала вы начинаете, ребят, с Убунту. Если вы будете начинать с Дебиан, вы ничему не научитесь. У Убунту она классная система. Но, во-первых, что ни набери по Убунту, вы быстро найдете ответ. Вы быстро найдете ответ любой, то есть материала моря. Во-вторых, так как Убунту, она очень динамично развивается, много очень новых библиотек, поэтому, ну, возникают, надо привести в порядок. Но благодаря этому вы научитесь работать с системой. Минимум два месяца надо работать с Убунту. Понравится и дальше работаете. А потом можно уже переходить на Дебиан. То есть Дебиан, потому что ошибок практически нет, и вы ничему не научитесь. Вот это главный посыл. Теперь, вот пришел Тор, и да, я ребятам в школу говорю, вот сейчас есть возможность, и бомбите Linux. Надо начинать с Linux. То есть, сейчас я остановлю. Пока вы не будете работать с Linux, вы никогда не будете программировать по-человечески. Вы будете баловаться. Запомните, Windows это система, которая в себя не пускает. То есть, вы всегда будете там гостем. Установка программ и все. Вы будете для них чужой всегда. И что-то серьезное делать никогда. Во-вторых, все сервера на Дебиан. Вот сейчас у нас начался курс более серьезный. Сайт я переписываю, кстати, ребят, поэтому скоро станет удобнее и красивее все станет. ВПС джанга 2 плюс ВПС сервер. То есть, мы полностью устанавливаем Дебиан. И погнали и поехали. Так вот, к чему я это говорю. Минимальный уровень. Надо хотя бы знать работа с командной строкой. Потому что я что-то не рассказываю уже там со всей массой. Но мы здесь настраиваем сервер. Это же классно, ребят, когда вы создали проект на джангле, на Котлин. Сами сервер установили, настроили. Сами туда вкачали проект. Или как правильно сказать. Сами обслуживаете. Это же классно, ребят. Так вот, теперь вернемся к началу. Потому что я сказал, что это чисто мотивирующее видео. Вот не зря я вам показал, да? Когда-то Сергей писал, а сегодня он вот пишет такой код. То есть, рассматривает уже довольно сложные вещи. Рассматривает это все правильно очень с командной строки. И джупитер, да? Потому что я рассказывал, что в школе джупитер это основа. У вас должен быть джупитер. Это командная строка, которой можно все сохранить. Это классно. А так, в командной строке, если вы что-то сделали, если вы что-то сделали, то закрыли, все, все убралось. Здесь вы можете все сохранить и работать. Вот я работал. И вернуться, и понимать. Действительно понимать. Потому что я еще раз повторю все-таки эту фразу. Что когда человек начинает заниматься программированием, ему кажется, надо, конечно, проще написать функцию. Но это неправильный подход. Вы ставите телегу впереди лошади. Ведь смысл такой. Когда вы пишете там выборку некого объекта, или вот здесь создание объекта, уже вы поняли, как выбирается. А у вас в голове достраивается, как вы будете писать там функцию или класс. Вот тогда это правильно. И это произойдет. Но что произошло, надо работать. Теперь я вам зачитаю переписку, так как новости, в принципе, можно читать ВКонтакте. Это будет ссылка в описании видео. Здесь нельзя комментировать, потому что... То есть, это просто новости. Школы... Я просто зачитаю, чтобы вы для себя вас сообразили. В Linux главное не отступать. Ребят, смотрите. Если вы решили заняться Linux, да, и вы хотите стать программистом, то первое, что надо сделать, просто поставить Linux. Если вы будете делать это набегами, там пользоваться Windows, потом по чуть-чуть Linux, вы ничему не научитесь. Вы же с себя убираете ответственность. Ай, ну не получится, убегу. А когда вы просто установили Linux и начинаете в ней работать, вам некуда отступать. Вы вынуждены решать все вопросы. Первое время вы будете по незнанию часто ломать систему. Ничего страшного. Устанавливайте, перестанавливайте тысячу раз, но не отступайте. Пройдет немножко времени, и вы начнете уже понимать, и у вас все начнет получаться. Linux несложно научиться. И непросто. Просто надо научиться. Понимаете? Это не так просто и не так сложно. Ну, допустим, ценность Linux, вот как вам сказать, например, если вы часто читаете, да, что вот пользователи Linux пишут, что они не могут пользоваться Windows, но ведь это правда. Если бы сегодня мне поставили вопрос, что вот вы будете сейчас, Валерий, программировать только Windows, то я бы поставил же вопрос вообще отказаться от программирования, потому что я не готов на сегодняшний день терпеть все неудобства, которые дает Windows при программировании. То есть, учитывая, что Windows меня всегда рассматривает чужим. В Linux я могу внести любое изменение в любую систему. У меня всегда он будет слушать командную строку. Командная строка для программиста – это основа. Я могу собрать его под себя, и собираю под себя, и то, что мне надо. Linux, когда он настроен, он работает хоть сто лет. Он будет работать, здесь нету никаких реестра, он будет работать вот как, вот вы его наладили, и вот он будет всегда так работать. Однотонно, ни вправо, ни влево. Так и сервера работают. Но основная мысль, почему я записал, кто-то верит, кто-то не верит, это не важно на самом деле. Я показал, что вот есть видео, да, мы работаем вот сейчас в школе, они вот эти вот видео бесплатные, на создание сервера, да, своими руками. То есть мы ставим Debian, чистый сервер, можно просмотреть эти уроки. И дальше уже ставим программное обеспечение, все, будем работать, ставить туда, то есть вкачивать, потом разрабатываем вместе с этим приложение, сайт на Django, и потом будем работать с этим сервером. Это круто, круто. Это уже немножко побольше уровень. Но кроме этого, в школе начался уровень уже профессионального изучения Django. Вот то, что делает сегодня, вот я посмотрел Сергея Сачи, то есть уже круто, да, круто пишет, неплохие вещи, мне эти очень вещи нравятся. И мне даже уже интересно стало, потому что, так, где он там? Ну вот он писал, когда сказал, огромное спасибо, видео посмотрел, ошибку исправил, понял, сейчас займусь заданием. А вот это он уже выполняет задание. До этого делал простое, но все равно, вот простое делал, все равно кучу ошибок напорол, это нормально. Вот надо, поэтому я говорю, я не зря вам показал вот этот момент, да, в Django и вообще в программировании у вас не получится двигаться вот так, взять и начать программировать. Первый этап вы в любом случае будете проходить, и он нормальный. Вот смотрите, вот сегодня парень прислал домашнее задание, да, вот я ему написал, что я понимаю, как это важно для него, молочи на игре, это первый серьезный шаг в практике, вы его сделали, так держать. А он прислал практикум. Что такое практикум? Да, для того, на сегодняшний день, для того же Сергея Сачева, это уже, грубо говоря, мелочь. Но на самом деле, я же помню, как каждый человек в школе, который делает вот этот первый сайт, да, и первая страница, она заработала, ох, классно, первая форма, это классно, первая выборка по полям, это классно, первая там установка редактора, это все круто, но с этого начинается. Ведь, да, это просто, но я говорю, что вот это первый серьезный шаг. Что сделать человек на самом деле, если посмотреть глубже? А давайте подумаем. Человек, во-первых, установил джанка, во-вторых, он разобрался, как работает представление, как они связаны, с URL, настраивал настройки, сеттинг, да, то есть, он разобрался в принципе, как работает джанка. У него в голове уложилось, и это работает. И это первый серьезный шаг. И вот ребята присылают. Но ведь, когда-то, когда-то Игорь этого не знал, а теперь знает. И когда-то, вот я про Сергея Асачева рассказал, и когда-то он этому радовался, а сегодня уже смотришь, уже делает, копает серьезно модели, да, то есть, ни один этап программирования не может быть там недооцененным. Первые вы делаете, первые шаги, когда изучаете, только Python, то, что есть в школе, потом начинаете уже делать проекты, а вот когда третий этап идет, вы делаете в принципе то же самое. Уже знаете немножко модели, знаете язык, знаете классы, и на этом этапе нельзя себе позволить, чтобы что-то недопонимать. И надо уже все тренировать, чисто написание приложений. Я даю задание, вот напишите то-то, 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 пошел писать, смотрю, да, только вопрос в том, одни пишут, другие не пишут. Вот ответ на вопрос, почему Асачи пишет на двух языках. Все просто. Хотя же я вам показывал его сообщение, когда он вообще пришел с полного нуля. за это время, давайте посчитаем. Год. На Котлин начал писать, на Пайтон начал писать, Джанго влился уже, то есть первые проекты все написал, делает уже серьезные вещи. Киви прошел, Котлин и Android Studio первое приложение написал, Ubuntu освоил. Я сказал свою Ubuntu, мучился, мучился, писал все равно. Дебяна освоил, делает сервер. Все за один год. Ребят, так а в чем проблема? Зачастую спрашивают, а почему вот, вот Сергея Асачи, да, нет, есть второй еще человек, сейчас уже очень хорошо начал работать, Владимир Фомичев тоже. Вот тут я давал подсказки, ранее видео рассказывал, да, вот он работает с классами, да, тут, не помню, что он тут делал, а я ему сказал срезы выбирать и объяснить. Да, я дал задание выбирать срезы, потому что до этого он сделал задание, где использовал, использовал, забыл, как называется, сейчас мы посмотрим, вылетел из головы, просто сейчас, регулярные выражения, да, но там они работают медленно, получается, и вижу, начал работать Джупитер, да, то же самое, Сачи Сергей делал, то же самое задание. Так вот, ребят, индивидуально, конечно, я не работаю, это очень дорого стоило, у меня действительно очень мало времени, но представьте, несколько школ, плюс переписка, и у вас такое же будет, но, не надо никакого в школе приглашения, да, не надо никаких договоров, договоров, бери, доделай, я вижу, всегда подправлю, всегда направлю, и просто я понимаю, что я вот так в группе помог, и это увидят другие сотни ребят, ну, много людей, у кого-то времени мало, но хочет быть программистом, кто-то в своем ритме занимается, кто-то стесняется, но я знаю, что, видя материалы, я даю подсказки, это проделают другие ребята, поэтому хотите работать вот так, то просто-напросто делайте домашнее задание, делайте это на постоянной основе, помогайте другим ребятам, то есть участвуйте, вы вырастите, будете писать такой же код, как Сергей Асачий, да, сегодня пишет, неплохой код, что будет через год, через два, только уже понятно, да, если вот такими темпами пойдет, будет круто, но мы говорили о Linux, значит, конечно же, конечно же, основное правило, это не отступать, это единственное правило, а для программиста это однозначно, надо находиться в группе, то есть, как вы видите, ну, в группе довольно много сообщений, всегда много вещей, и я говорил, вот такой метод надо использовать, в школе, я ему даже видео посвящал, то есть, увидели срезы, вот тот же Володя Фомичев сбросил срезы, а вы чувствуете, что вы плаваете, срезы здесь ни при чем совершенно, это может быть функция, что угодно, но вы понимаете, что вы их проходили, вы все оставляете, и делаете срезы, до того момента, чтобы вы это твердо не понимали, если вы будете пропускать, то по чуть-чуть, то по чуть-чуть, ребят, ничего не будет, будет такая картина, код вроде понимаю, писать не могу, вам это надо, не надо, сейчас я хочу вам дать, другие ссылки, я не знаю, дам или нет, просто я, не буду пересматривать видео, что-то, да, сообщение Сергея Садчева дам, чтобы вы понимали, здесь я писал где-то видео, первое, питон, ваш план, ваш план, и ответ, это первое, второе, посмотрите, живая и мощная методика, как изучать, то есть вы пришли, вот, как ориентироваться в школе, вы совсем ноль, с чего начать, что делать, видео длинное, час, так уроки в школе, по 10 минут, но когда я что-то рассказываю, ну, хочется и то, и то рассказать, это уже, я не считаю уроками, это просто какие-то так, подсказки, да, и будете понимать, по сути дела, просмотрел вот это видео, и вот это, планный ответ, вы себе должны ставить в голове, как вы будете работать с языком, ну, а мы сейчас говорили о, ребят, сразу начинайте с Linux, не дурите, будете тогда работать и серверами, и будете себя чувствовать, действительно, программистом, настоящим программистом, серверам он будет подчиняться, систем будете настраивать, потому что, рано или поздно, вы к этому придете, зачем время терять, просто запомните, пока вы работаете сейчас в Windows, вы просто балуетесь, вы не занимаетесь программированием, когда начнете работать в Linux, уйдет довольно много времени, но поставьте задачу за 3 месяца стать уверенным новичком, это возможно, а потом просто развивайтесь, поэтому, ради этого и писал это видео, еще раз говорю, ребят, это непросто, но это не сложно, материала по Linux, хоть избавляй, единственное, что не отступайте, все получится, вы потом настолько увидите, что это круто, да, это офигенно, все, ребят, спасибо,